МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эти маленькие, неказистые и хрупкие с виду корабли стали самыми грозными противниками вражеских подводных лодок. Но кроме своих основных обязанностей уничтожения стальных акул, они выполняли множество другой трудной и опасной работы. Морские охотники в фильме «Оружие». В начале 20 века подводный флот делал всего лишь первые шаги в своем развитии. Но командование военно-морских сил великих держав мира быстро оценило перспективы нового оружия. Неожиданный смертоносный удар из глубины в то время парировать было невозможно. Казалось, что у надводного корабля нет никаких способов борьбы с лодкой, которые находятся в погруженном состоянии. Единственным спасением для могучих линкоров и крейсеров было стремительное бегство из тех районов, где подозревалось присутствие подводных лодок. Специальные противолодочные суда появились только в середине Первой мировой войны. Поначалу для борьбы с подводными лодками использовали переоборудованные вспомогательные крейсера. Но действия немецких подводников в Атлантике и русских на Балтике наглядно доказали, что такие меры не могут даже частично решить проблему. Требовались особые корабли, которые бы имели на вооружении артиллерию, глубинные бомбы и были оборудованы специальной акустической аппаратурой, шумопеленгаторами. Так родились морские охотники. Небольшие суда водоизмещением около 60 тонн, вооруженные 76-мм артиллерийскими орудиями и несколькими пулеметами. Для стран Антанты, Англии, Франции и России их в основном строили за океаном в Соединенных Штатах Америки. Именно эти корабли вынесли на себя основную тяжесть борьбы с немецкими подводными лодками. Легкие и подвижные они успешно заменяли более дорогие и необходимые для охраны эскадр и конвоев эсминцы. Морские охотники связывали деятельность подводных лодок, заставляли их отступать и прятаться. В годы Первой мировой войны на верфях Соединенных Штатов Америки построили более 400 охотников за подводными лодками. Более 200 из них были отправлены в Европу. На их счету половина из 70 потопленных германских субмарин. Боевой опыт Первой мировой войны показал, что легкий и маневренный морской охотник абсолютно необходим флоту. Корабли этого класса начали строить большими сериями все морские державы. Не осталось в стороне и молодая республика Советов. В 1922 году руководство рабочекрестьянского Красного флота сформулировало требования к новому кораблю. Морской охотник должен был развивать скорость до 30 узлов, иметь на вооружении 102-мм артиллерийское орудие и глубинные бомбы. Однако гидроакустические средства обнаружения подводных лодок противника в этом задании не говаривались. Подобные требования нашли свое отражение в проекте пятилетнего плана усиления рабочекрестьянского Красного флота в марте 1925 года. Проект корабля утверждался сразу двумя ведомствами – управлением военно-морских сил и главным управлением морской пограничной охраны. Таким образом, изначально охотники за подводными лодками проектировались как универсальные корабли. Вот даже само название «Охотник», не просто охотник, а охотник за подводными лодками. И это была главная задача этих кораблей – борьба с подводными лодками врага. Реализация советской судостроительной программы была связана с огромными трудностями. За годы революции, гражданской войны и иностранной интервенции судостроительные заводы и верфи страны были разорены. Станочный парк и ценное сырье расхищены. Многие квалифицированные рабочие инженеры умерли от болезни и голода, были расстреляны органами ВЧК или погибли на фронтах гражданской войны. Заводы на юге России, в Николаеве и Севастополе, разграбили немцы. Балтийские и Эдмиралтейские заводы были фактически остановлены и не работали в течение нескольких лет. Еще хуже обстояло дело с предприятиями, которые поставляли котлы, механизмы, трубопроводы, рулевые машины, чугунное и стальное литье, электрические машины и другое оборудование для судов. Производственные связи между ними были нарушены. Топливо и сырье отсутствовали. Уже в ходе реализации первой кораблестроительной программы Советской Республики руководители различного ранга, зачастую не имевшие никакого отношения к флоту, настаивали на том, чтобы еще более расширить функции морских охотников. Они предложили установить на корабли торпедные аппараты, усилить зенитное и артиллерийское вооружение, ввести в арсенал боевых средств, мины, заграждения и так далее. Теперь речь шла о создании многоцелевых сторожевых кораблей с большим водоизмещением. Однако представители военно-морского ведомства и пограничной охраны ОГПУ проявили благоразумие. Они подготовили единое требование к универсальному катеру, предназначенному для защиты побережья от подводных лодок противника, а также для выполнения пограничных задач. Персональную ответственность за разработку проекта несла группа репрессированных конструкторов во главе с инженером Поповым. Попов Владимир Федорович. Известный кораблестроитель, доктор технических наук, профессор. Годы жизни 1888-1967. Возглавлял конструкторское бюро подводных лодок, завод «Северная верфь», завод «Большевик». Перед арестом в 1929 году работал техническим директором Адмиралтейского судостроительного завода. Освобожден в 1932 году за отсутствием состава преступлений. В дальнейшем работал на руководящих должностях в Министерстве судостроительной промышленности, занимался научной и преподавательской работой. Из-за дефицита судостроительной стали конструкторы были вынуждены проектировать деревянный корабль. Владимир Попов предложил установить на него легкий дизельный двигатель немецкой фирмы «МАН» мощностью 800 лошадиных сил. Но отечественные заводы долгое время не могли освоить его литрионный выпуск. Получить дизель из Германии также не представлялось возможным. Валюты на эти цели у государства не было. Несколько вариантов проекта получили отрицательную оценку заказчиков. Положение усугублялось непредсказуемой сменой руководства военно-морского флота. Репрессиям подвергались не только военные, но и конструкторы-кораблестроители. Насколько остро Советский Союз нуждался в специализированных противолочных кораблях, видно из десятилетнего плана строительства кораблей для военно-морского флота, который 6 августа 1939 года был представлен наркомом ВМФ Николаем Кузнецовым на утверждение правительства. В частности, к 1948 году в боевой состав военно-морского флота Советского Союза должны были войти около 500 малых и 274 больших охотника за подводными лодками. Многострадальный проект «Малого охотника» наконец получил путевку в жизнь под индексом МО-2. Было построено 36 катеров этого типа. В дальнейшем он был усовершенствован. Улучшилась его мореходность, живучесть и управляемость. Этот корабль получил обозначение МО-4. Именно он стал основным на флоте. МО-4. Малый охотник за подводными лодками, четвертый тип. Водоизмещение 56 тонн. Длина 27 метров. Ширина 4 метра. Осадка 1,5 метра. Скорость 26 узлов. Дальность плавания 285 миль. Силовая установка. Три бензиновых двигателя общей мощностью 2250 лошадиных сил. Экипаж 22 человека. На вооружении корабля находились две 45-мм пушки, два крупнокалиберных пулемета ДШК, глубинные бомбы и мины различного калибра. Охотник имел специальное гидроакустическое оборудование для обнаружения подводных и надводных целей. Удивительно, малая осадка и высокая маневренность позволяли успешно использовать охотники вместо эсминцев и сторожевых кораблей в мелководных прибрежных районах. Вот почему в суровые военные годы этим судам довелось сыграть важнейшую роль на Балтике. Глубинные бомбы делали их грозным противником вражеских подводных лодок. А хорошее артиллерийско-пулеметное вооружение позволяло отбить нападение и с воздуха, и с морем. Всего до начала Великой Отечественной войны было построено около 260 малых морских охотников типа МО-4 и пограничных катеров аналогичного класса. Вторым массовым типом малого морского охотника стал корабль, получивший обозначение МО-Д-3. Он был создан на основе торпедного катера Д-3, с которого сняли два торпедных аппарата и на их месте установили 37-мм зенитный автомат. При меньшем, чем у МО-4 водоизмещении он имел более мощное вооружение и скорость, но уступал по таким параметрам, как мореходность и дальность плавания. В предвоенные годы острые флотские языки прозвали малых охотников МО-шками. С крупных кораблей катерникам нередко кричали «Эй, на МО-шке! Не отходите далеко от берега, а то в море унесет!» Но эти язвительные шутки быстро умолкли после начала войны. Всего в предвоенные годы советской промышленностью было построено более 600 судов класса «Малый охотник». Именно они вынесли на себе основную тяжесть морских боев в начальный период Великой Отечественной войны. Продолжение рассказа о легких противолодочных кораблях в следующем фильме «Оружие». Субтитры создавал DimaTorzok